всем привет сегодня у нас не так небольшая такая вот посылочка новая почта сработала быстро и доставила по моему до 14 16 дней это камера кулима небольшой но еще идет несколько посылок уже на днях должно прийти очень много посылок с разной мелочевкой товары из категории one доллар из раздела one доллар которых я на заказывал очень много поэтому скоро очень будет много разных обзоров но распаковок имею ввиду ну и если что-то достойно будет более по детальному вниманию можем и обзорчики делать то есть вот такая вот коробочка давайте еще раз посмотрим у нас здесь ави мгп разрешение записи 1920 1080 30 fps встроена встроенный с stream player формат картинок gpg 16 на 9 и расширение картинки поддерживает вай фай фон систем то есть можно подключаться к вай фаем к ней это прикольно 450 милли ампер часов батарея около 200 минут работы автономно так мини 8 пин юсб обычный до 5 вольтовая зарядка но в общем характеристики очень такие неплохие для такой маленькой камеры ну давайте посмотрим ее вот такой вот не кислый набор я купил еще одну такую камеру только более дешевую более дешевой версии камера отдельно идет на верхней части и вот здесь идет много всяких пряников прям таки как у экшн камер можно крепление разных и так далее вот не легонько она такая вот прикольно и так 8 пин на юсб получается для карточки вставить вот с этой стороны у нас меню и включение это я так понимаю не дисплей нет просто черная крышка или дисплей так давайте попробуем включить сверху есть для шнурочка подцепить снизу ничего вот походу включилась она экрана здесь никакого нету то есть мы должны подключиться через телефон к ней вот и посмотреть как она работает ну давайте уже отложим немножко дальше я запишу кусочек видео как она пишет давайте сейчас отключу вот и посмотрим что у нас здесь есть вот такой вот крепление то есть набор креплений очень большой давайте высыпем инструкция инструкция на китайском и с обратной стороны английская есть инструкция все отлично как бы все приложение скачаем получается приложение и удаленно подключаемся к ней по вайфаю в камере вот ну стандартная схема вот такое имеем крепление я не знаю это на руль наверное да наверно куда-то на руль велосипеда или на раму вот такой вот кабель у нас юсби и получается тюльпанчик и для зарядки вот этот 8 пин для зарядки вот далее 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 вот этот крепление такое но эта площадка для обычно она еще идет с двухсторонним скотчем площадка для крепления в машине вот там ну куда-нибудь прикрутить его на потолок или еще куда-нибудь вот такое вот крепление это получается где же где же где же вот такая прищепка есть давайте попробуем сразу в эти крепления как они становятся получается наверное вот так вставил и на карман зацепил и погнал снимать все что хочешь вот наверное неправильно и вставил да и неправильно вставил вот эти дырочки как раз идут для того чтобы вставлять сюда то есть чтобы она не ерзала и не ездила давайте дальше еще посмотрим дырочки везде есть поэтому на всех креплениях это она двигается не двигается а вот так вот раздвигается крепление тоже это крепление можно на камеру прикрутить на давайте прикрутим взял я треногу обычную вот прикрутил к ней подставочку зафиксировал и всего теперь мы можем использовать камеру вот направляя куда она должна смотреть прикольное крепление это хорошо что есть такое что можно зафиксировать сюда вот ну в принципе по креплениям вот получается три вот это вот это для машины я так понимаю вешаем куда-нибудь прикрепили потом вставляем вот и очень удобно что она защелкивается что не нужно его прикручивать откручивать у меня был регистратор для автомобиля который приходилось скручивать ну это вообще просто кошмар когда ты его снимаешь одеваешь вот а здесь просто вот вставил и все и она держится хорошо сама не должна выскакивать да не выскакивает вот ну просто отлично если честно я вот сейчас ну как бы умилен этим набором и такая довольно компактная маленькая камера давайте посмотрим как она будет записывать уже сделаем выводы и так сейчас я веду запись камеры дать установлено настройках 1280 на 720 30 fps 720p освещение комнатная ну не очень оно интересное освещение и я сейчас переместился немножко чтобы было посветлее немножко выровняю камеру вот давайте итак это для того чтобы понимать как она записывает также сделаю фотографию давайте остановлюсь сейчас видео сделаю фотографию определяется она не как r3 а джей эйдж сейчас я вам скажу там что-то у меня было джей эйдж 900 джей эйдж и дальше идут какие-то цифры и так далее пароль для неё от 1 до 8 вот и подключили сразу мы на экранчике видим все что видит камера вот простите за беспорядок вот в принципе вот так вот она записывает и нам осталось только прицепить ее куда-нибудь в машине и проехаться посмотреть как она пишет в машине но в принципе работает все быстро картинка на экране она не очень хорошая ну и я попробую еще батарея кстати вот заряженная я попробую еще найти в настройках и выставить больше максимальное качество чтобы было как она меня снимает в свете ну мне нравится то есть довольно таки неплохо и довольно неплохо вот как она снимает мне нравится ну осталось только прицепить его автомобиль и проехаться посмотреть как она снимает авто и так пасмурный день пишем уже на камеру запустили подключили через телефон вроде бы запись идет это уже вечер пасмурный день как она записывает камера я не брал крепление особо лучше ее как-то так она плохо смотрит на дорогу но в принципе понять картинку понять обстоятельства учитывая того что эта камера там стоят 15 долларов ну это вообще офигенно она снимает я то что я вижу на телефоне ну прям картинка класс для этой стоимости ну просто вот ну как она спишет я еще не слышал ну и в конце сейчас проедемся немного и в конце я уже посмотрю как она записывает какой звук и могу сказать уже окончательный свой вердикт ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, подводя итог, камера очень мне понравилась. Да, она снимает, конечно, не фонтан, но никто и не ожидал, что она чего-то сверхъестественного от камеры за 15 долларов. Видели, как она снимает? Довольно-таки неплохо для своей ценовой категории, особенно при дневном освещении, если куда-то ее взять с собой, поснимать, да, отлично будет. Единственное, что нужно прикреплять куда-то, потому что в руках, если она действительно сильно трясется и качество теряется значительно. Но, в принципе, даже в темное время суток при освещении фар видна картинка. Номера, конечно, я просмотрел видео у некоторых машин, то есть у единичных машин можно было прочитать номера. Ну, как бы без проблем, без там напряжений. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок! Субтитры сделал DimaTorzok